Для любителей скорости, ревого моторов, музыки и спецэффектов настоящий праздник. На байк-шоу ночных волков приехали мотоциклисты из разных стран Европы. В Великобритании, Польши, Хорватии, Сербии, Чирногории, Чехии. Овеша Тауэр вместе со своими соотечественниками прилетел из Берлина. На родине мотоциклиста называют рассерженный немец за нетерпимость к западным санкциям по отношению к России. По его мнению, из нашей страны создают образ врага. Чтобы показать, что между странами не должно быть разногласий, он прибыл в Севастополь. Спасибо за все. Мы любим Кремию, мы любим русских людей. Буду всегда будет солнце, буду всегда будет дружбу. Немцы, русские, мистеры! Непременная составляющая байк-шоу – выступления известных российских коллективов и исполнителей. По традиции, на мотоциклетный праздник приехала группа Чичерина. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Постоянный участник шоу «Ночных волков» группа Кипелов исполнила свои самые известные композиции. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Рев поторов, бронетехника, тонны металла, красочные спецэффекты, декорации – все это кульминация байк-шоу «Русский реактор». Русский реактор – это метафора писателя Александра Проханова, друга лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова. По замыслу организаторов, реактор можно сравнить с русским народом, который, так же, как и это устройство, рождает энергию. Этот образ стал ключевым на байк-шоу в этом году. Появление русского реактора сопровождало выступление пианиста, народного артиста России Юрия Розума. Напомнили зрителям байк-шоу организатора и о столетии революции 1917 года и о своем кондицаризме. Последний российский император Николай II прибыл на станцию «Дно» на поезде, где подписал отречение от престола. Далее знаменитый выстрел с крейсера «Аврора», который стал началом штурма Зимнего дворца. Символизируя индустриализацию подъем страны, перед зрителями появились советские физкультурники. Представили на кульминации последующие пути отечественной истории, путь до распада Советского Союза. Его олицетворял Михаил Горбачев, появившийся из пасти огромного змея, а русский реактор символизировал возрождение России. Завершилась кульминация фейерверка. С 2009 года я сюда проезжаю каждый год, и каждый год чем-то хирург радует наше общество, так сказать, и наши любимые артисты. Замечательно, все организовано, спасибо. В этом году, конечно, вот эта история, я думаю, к столетию революции была сделана, насчет станции «Дно» и насчет Николая Второго. Очень захватывающе понравилось, интересные впечатления. В кульминации все запомнилось. Начало, окончание. Мы были, да, от начала до конца, и было супер настроение. Были мальчишки, которые выполняли очень много трюков, эквилибристы на кольцах. Было очень здорово. Во второй день фестиваля на сцене выступили Вячеслав Бутусов, группа «Чойный кофе», «Пилот», «7Б», «Моральный кодекс». Впервые в рамках байк-шоу на горе «Госпорта» провели показательные выступления по мотофристайлу и вейкбордингу. Светослав Данилов, Виталий Коломийц, информационный канал Севастополя.